Путешествие в Большие Везёмы Мы увидим церковь эпохи Бориса Годунова, которая стала родным храмом для Александра Сергеевича Пушкина, и узнаем, как сегодня живёт этот приход. Февраль 1917 года. Революция в разгар войны. Каковы её истоки и последствия? Беседа научных редакторов издательства «Православная энциклопедия» с историком Фёдором Гайдой. Можно ли христианину смеяться, шутить? Или юмор, ирония – это дорога в ад? На такой вот серьёзный вопрос священник Алексей Уминский ищет ответ вместе с гостями нашей студии. Здравствуйте! Я рад нашей встрече и рад смотреть на ваши улыбающиеся лица, потому что очень часто лицо православного христианина очень суровое, очень строгое, неулыбчивое. И вообще считается, что смеяться христианину как-то не с руки. Помните, Иоанн Златоуст как-то написал «Христос никогда не улыбался». Вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. Улыбался ли Христос? Задавайте ваши вопросы, я буду искать на них ответы. Так если Иисус Христос не смеялся и на иконах Его не изображают смеящимся, то вообще можно ли смеяться христианину, потому что на иконах мы не видим изображения улыбок в принципе? Да, действительно, у нас нет ни одной иконы, где бы… Я, по крайней мере, не вспомню иконы, где бы Христос улыбался. И тем не менее, когда мы говорим о природе Господа нашего Иисуса Христа, мы говорим о том, что Он во всей полноте воспринял для себя человеческую природу. А коли Христос воспринял для себя человеческую природу с плачем и скорбями, то, соответственно, эта природа обладает еще и иной стороной – смехом и весельем. Есть некоторые секты, есть течение христианства, где люди танцуют, веселятся в храме. А если мы посмотрим на наше богослужение, то люди стоят серьезными лицами, как Вы сказали, выходят из храма серьезными лицами, грустные песнопения поются. Может ли быть иначе? И почему это так? Ну, конечно, может быть иначе. И я вспоминаю сцену Ветхого Завета, когда царь Давид обретает Ковчег Завета, когда он ввозит эту величайшую святую неветхозаветную церковь в Иерусалим и не может удержаться от того, чтобы не петь и не танцевать и не хлопать в ладоши. Он прихлопывает, пританцовывает от радости, от того, что он наполнен вот этой благодатью Божией, которая не дает ему возможности вот даже на месте сидеть. Его жена Милхола смотрит на него и говорит, как дурачок какой-то, думает она, что это за поведение царя недостойное. Царь же должен быть в величии, должен быть всегда вот на коне там и со скептором и державой, а он радуется как ребенок. И в этом смысле, когда Христос заповедует нам быть как дети, вот эту заповедь нам исполнить почему-то очень сложно, потому что нам кажется, что мы все должны все делать, очень все всерьез. Я был однажды с нашей группой телевизионной православной энциклопедии в такой африканской стране, как Кения. Вот, и местный митрополит, кстати, грек по национальности, который служит на национальном языке литургию, всегда после службы танцует в храме вместе со своими прихожанами. Там на клиросе, вот у нас стоит, там на клиросе ноты разложены, там минеи, там актоихи, а там барабаны стоят. Так что традиции бывают очень разные. Юмор может быть православным, в принципе? А как, как? Чувство юмора может быть православным? Я думаю, что если у человека нет чувства юмора, то он очень плохой христианин. А корректно ли сказать, что Бог порой относится к человеку с юмором, ну, например, оглядываясь на какие-то жизненные обстоятельства, понимая, что над тобой свыше пошутили, чтобы ты проще относился к себе и к жизни? Ой, я очень, вы знаете, как-то боюсь напрямую толковать действия божественные, потому что все время помню, что Бог не видим, не постижим, и моему уму до конца не открыт. И поэтому напрямую толковать божественные действия по отношению к себе, как юмор по отношению к себе, я так несколько опасаюсь. Хотя, думаю, что в моей жизни было немало случаев, когда Господь давал мне возможность, споткнувшись на чем-то, посмеяться над своими собой и сбросить с себя вот эту броню серьезности, ненужной и ложной. Вот, мне кажется, да. Прошу вас. Отец Алексей, вы упомянули слова из заповедей блаженства, это Евангелие от Матфея, они заканчиваются действительно словами «радуйтесь и веселитесь, ибо мы сдавашему много на небеси». Но перед этим все-таки Христос произносит такие слова «блаженны плачущие, ибо они утешатся». Да, но дело в том, что в том же тексте Евангелия от Луки у блаженства, да, «блаженны плачущие, ибо…» «Ибо утешатся, ибо они утешатся». Нет, у Луки нет. А у Луки блаженны плачущие. «Ибо вы смеетесь». Да, «Ибо вы смеетесь, и да». Потому что есть необыкновенная зависимость, логическая и духовная, между тем, что человек достигает в своей жизни, и как этот плод его трудов, его молитв, его стояние за веру, как этот плод созревает внутри самого человека, и как человек от одного состояния плача, да, возрастает до состояния радости. «Невозможно радоваться и веселиться, если ты не прошел долгого пути. Невозможно радоваться и веселиться, если ты не посеял сначала семя, не взрастил его, не получил урожай. А радоваться и веселиться можно только в этом случае». К сожалению, такая, знаете, педагогика в кавычках, которая имеет место в нашей церкви, это педагогика вины. Когда человек приходит действительно с грузом и грехов, и проблем, и тяжести, и скорбей в церковь, он получает ответ на свой вопрос «почему со мной это произошло?» И он получает ответ «по твоим грехам, потому что ты, якоже, свинья лежит в колу». Понимаете? Вот примерно в таких категориях часто идет разбор человеческих проблем и ошибок. Человека лишают надежды на его достоинство, человек лишается надежды на милость и любовь Божию. Человек чувствует себя червяком очень часто в церкви. Хотя сама церковь поет о другом. Литургия заканчивается 33-м псалмом. «Благословлю Господа на всякое время, вынухвала Его во устьях моих радостный, веселый гимн того, кто был услышан, кто пришел скорбящим, а ушел утешенным». Вот что такое прихождение в церковь. Я пришел больным, вышел исцеленным. Я пришел скорбящим и вышел утешенным. Спасибо вам, ребята. Мы продолжим этот серьезный разговор о юморе в следующий раз, на следующей встрече. Недалеко от Звенигорода расположена усадьба «Большие Веземы» – одно из самых известных мест, связанных с именем Александра Сергеевича Пушкина. Сейчас здесь музей, на территории которого сохранился уникальный храм, один из самых старых в Подмосковье. История этой преображенской церкви началась еще в конце XVI века. Здравствуйте, отец Павел. Очень рад вас видеть. Взаимно. Прежде вы были гостем православной церкви, а теперь я у вас в гости. Спасибо большое. Рады вас видеть. Прекрасный храм, удивительный. Да, храм удивительный. Храм древний, 1600 год. По Песцовым книгам это время торжеств после его освящения, царствования государя Бориса Годунова. Начал он строительством храм, когда был ближним боярином, Шуриным царя, наместником Казанского и Астраханского царств. А завершилось строительство, когда он уже стал монархом, государем. По преданию, тоже неточному, строителем был Федор Конь, который возводил Кремлевскую стену. Годунов посвятил эту церковь Пресвятой Троице, а через век с небольшим храм переосветили. Хозяином имения в ту пору был князь Борис Голицын. И он решил, что в эпоху Петровских преобразований и храм в его владениях должен стать преображенским. Люди все-таки были такие государством мыслящие, и все небесное как-то непосредственно переплетали с земным. Что-то это мне напоминает. Что-то это мне напоминает, да. Вот, они переплетали. Но переосвящение было кардинальным касалось всего. Правый предел Благовещенский был переосвящен в Казанский, Казанская икона Божьей Матери, благословение Петру, Матери. А Михаила Архангельский в честь себя любимого. Понятно. Бориса Глебовна. Бориса Глебовна, да. Звонница в псковском стиле. Ее высокие парапеты и узкие проемы напоминают, что в старину подобные звонницы были и оборонительными сооружениями. Здесь, в Больших Веземах, захватчики тоже бывали неоднократно. Знаменитая Марина Мнишек, жена Лжедмитрия I, даже оставила заметки о пребывании в этой церкви. Она была поражена красотой и богатством убранства этого храма. Тогда рядом с церковью стоял деревянный дворец. И на службу ходили по специальному крытому переходу на уровне второго этажа. Хорошо. А фрески еще Годуновского периода? Фрески Годуновского периода. Само по себе уникально то, что они сохранились до нашего времени, хотя бы в очень утраченном виде. И речь идет, конечно, о том, чтобы их восстанавливать, но это проект, как мы понимаем, совсем не дешевый. Средства и право на это, конечно, у государства. А с точки зрения содержательной, тематической, они уникальны. Это деяние Святой Троицы. Или, можно сказать, иллюстрация книги бытия. Наречение животных, гостеприимство, раму. Вот везде, мы видим везде деяние Святой Троицы. В годы смутного времени этот храм не раз грабили и оскверняли. Поляки вынесли отсюда практически все. Богослужебные сосуды, древние иконы и даже облачения. Захватчики не стеснялись оставлять автографы на память о своих псевдоподвигах. Я вижу здесь, а это вот... Вот это вот так называемые граффити. Это те следы, следы пребывания сначала поляков, польско-литовское нашествие. Посещали этот храм несколькими волнами с 1605 по 1618 год. Уже победа одержана, уже новое государство, уже на совершенно новый порядок, но они здесь по лесам ходили. И поэтому мы имеем свидетельство о том, что они снова заходили в храм, который уже знали. Следующая волна граффити, мы тоже здесь ее находим, это спустя плюс-минус 200 лет французы. После Бородинского сражения русская армия отступала к Москве. И первый военный совет фельдмаршал Кутузов собрал в Голицынском дворце в Веземах. Историки полагают, что именно здесь и была определена дальнейшая стратегия нашей армии в кампании 1812 года. Известно, что в тот день в Преображенском храме отслужили молебен с прошениями о победе над неприятелем. В самом начале 19 века неподалеку от Больших Везем в селе Захарове поселилось семейство Пушкиных. С Голицыными они были дальней родней и нередко приходили в гости, особенно по воскресеньям, чтобы не пропустить обедню. Пушкину было всего пять лет, когда бабушка привела его впервые в храм Преображения Господня. Саша был старшим ребенком в семье. И многие удивлялись, что, несмотря на проказы и очень живой нрав, он бывал подчас серьезным и даже строгим. Вся жизнь Александра Сергеевича Пушкина была связана с этим храмом. В самые трудные годы он приезжал в Большие Веземы. И снова ходил по аллеям парка, где ребенком гулял с бабушкой Марии Алексеевной Ганнибал. И заново переживал первое тяжелое потрясение детских лет. Беда пришла в семью в 1807 году, когда умер младший врат Николай. Он упокоился здесь, рядом с храмом. В советские годы храм тоже пережил много горя и лишений. Своими святыми здесь считают четверых новомучеников, чья судьба в 30-е годы 20 века оказалась связана с Преображенской общиной. Первой жертвой стал священно-мученик Василий Горбачев, настоятель этого храма. Он сюда переместился из Коломенского уезда Московской области. И здесь прослужил всего-навсего месяц. И на праздник Сретения Господня за ним пришли, произвели обыск. Жена, провожая его, понимала, что она, может быть, с ним прощается. Даже посоветовала ему как-то, ну ты хоть бы там рясу снял. Он говорит, я этому посвятил всю свою жизнь. Мы помним, чтим дни памяти. Конечно же, совершаем службы здесь. Вот нам примеры людей, которые от нас совсем недалеко во времени отстоят, но в жизни своей явили такое мужество, такую преданность тому, чему решили себя однажды посвятить, что это и для нас. В наших, может быть, не таких острых испытаниях, но для нас пример. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Февраль 1917 года. Революция в разгар войны. Каковы ее истоки и последствия? Почему Николай II отрекся от престола? Беседа научных редакторов издательства «Православная энциклопедия» с историком Федором Гайдой. Здравствуйте, Федор Александрович. Мы очень рады вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте, Федор Александрович. Сегодня нам бы хотелось поговорить с вами об одной из, наверное, важнейших проблем русской истории, которой вы уже занимаетесь многие годы. Это все, что связано с таким емким понятием, как 1917 год. Расскажите, пожалуйста, если это возможно, что привело Россию к февральской революции? Как сложилась эта ситуация? На самом деле, конечно, было достаточное количество серьезных причин. Тут очень важно понимать, что российская революция, что первая, что вот 1917 года, это революция, которая происходит в стране, которая на самом деле очень динамично изменяется. И оборотной стороной вот этих серьезных социально-экономических изменений являются, конечно, социальные проблемы. Это и аграрный вопрос, это и рабочий вопрос, это и проблема национальных окраин. Но тут важны два других обстоятельства. Первое, это, собственно, Первая мировая война, беспримерный конфликт, с которым человечество на тот момент еще ни с чем подобным не сталкивалось. А с другой стороны, если говорить непосредственно о России, то это очень серьезный конфликт между властью и общественностью, который серьезнейшим образом, так сказать, нарастал с конца 19 века и который привел к революции 5 года и не был исчерпан вплоть до 17-го и тоже очень серьезно сказался. И вот это наложение трудностей войны с вот этим расколом, можно сказать, внутри элиты, это, на мой взгляд, вообще главный узел противоречий, вот, так сказать, разрешившихся в результате февраля 17-го года. Вы имеете в виду восстание в Петрограде в феврале 17-го года? Даже предшествующее этому событие, потому что, на самом деле, уже с конца 1916-го, шли те события, которые уже тогда были названы штурмом власти, когда, собственно, произошел полный разрыв, политический разрыв между правительством и Государственной Думой. И, по сути дела, ситуация развивалась таким образом, что, так сказать, восстановить отношения они уже не могли. То есть, тут должно было что-то закончиться, там, либо полным разгоном Думы, либо, соответственно, ликвидацией правительства, или, там, сказать, отставкой и полным переформированием правительства. Вот именно в этих обстоятельствах происходит восстание Петроградского гарнизона, и, опять же, показательно, да, что Петроградский гарнизон, собственно говоря, переходит под власть Государственной Думы. И, с одной стороны, для депутатов это был вроде бы сюрприз, а, с другой стороны, они уже несколько месяцев, по сути дела, об этом и говорили, о том, что, так сказать, необходимо, собственно, поменять власть. Федор Александрович, мне бы хотелось задать вот еще один уточняющий вопрос о том, какова была природа вот самого февральского восстания. О нем часто говорят и пишут, как о некоем стихийном движении. Ну, наверное, решающее событие февральской революции, это действительно вот это вот Петроградское восстание, собственно, восстание гарнизона, да, военный мятеж, по сути. О рабочей, населении. Да, а вот в том-то и дело, что он происходит как раз на фоне всех вот событий, связанных с Думой, на фоне забастовок петроградских рабочих. И очень важную роль в этих событиях, конечно, играет генералитет, который там, вставки, в первую очередь. Все эти события, которые развивались до восстания гарнизона, они как таковые все-таки еще революции не были. Петроград уже давно привык к таким вот забастовкам, даже такого масштаба забастовки уже, ну, не были сюрпризом никаким, да. В этой связи, чем значим мятеж гарнизона? Именно на гарнизон в феврале 1917 года была возложена задача, собственно, обеспечения безопасности в городе. Да, очевидно. Гарнизон был огромный, то есть с ближайшими пригородами это 150 тысяч человек. Гарнизон, который, в общем, не хотел воевать уже, да, так сказать, война длилась два с половиной года. Да, да, и они все жили в столице при этом. Они все жили в столице, многие были не обстрелены, а кое-кто там проходил, собственно, реабилитацию и должен был на фронт вернуться. А тут еще и очень важно, что, по сути, ушел страх начать революцию. Дума уже несколько месяцев эту революцию фактически проповедовала. И господствующее настроение и у царя, и в правительственной сфере все-таки буквально до самого последнего момента заключалось в том, что никто, никакие политические силы в России все-таки не посмеют делать революцию во время тяжелой войны, потому что это прямой путь к поражению, это прямой путь к катастрофе. Но, тем не менее, да, она произошла. Этим путем мы пошли. Да. Федор Александрович, скажите, пожалуйста, вот отречение царя, которое вызвало смущение у многих людей, знаковый момент. Царь отрекся от власти сам. Скажите, пожалуйста, почему он так поступил? Тут работало, пожалуй, две причины. И одна из них на самом деле была оглашена, она фактически была официальной причиной отречения. А вторая так несколько была затемнена, но, тем не менее, была не менее важна. Официальная причина отречения заключается в том, что, так сказать, это было заявлено в манифесте об отречении, я ухожу для того, чтобы не спровоцировать внутреннего противостояния. Как, правда, потом показали события, именно отречение царя в конечном счете и провоцировало это самое внутреннее противостояние. Но это уже, так сказать, как бы диалектики истории. А вот была очень серьезная причина, не афишируемая, скажем, такого личного порядка. Дело в том, что целый ряд политических сил сделали ставку, по сути дела, на шантаж Николая II, потому что и представители мятежного Петрограда, и, в частности, собственно говоря, председатель Государственной Думы Родзянко, и генералы докладывали ему о том, что царское село, где находится царская семья, находится в руках восставших. И это означало только одно. В случае вашего упорства мы не можем вам ничего гарантировать, семья может просто пострадать. Очень важно отметить, что генералы на самом деле, и в этом как раз и проявляется, в общем, их неблаговидность, их поведение, они на самом деле знали, что это не так. То есть это была сознательная ложь? Да. Такой манипуляции? Да. Прекрасно знали, что семья не арестована, что личный конвой не перешел на сторону восставших. При этом генерал Иванов, который на самом деле был назначен для подавления революции, он достиг царского села, он общался с императрицей, он отказался принять у нее из рук письмо для Николая II, сказал о том, что у нее нет возможности его передать по телеграфу, что на самом деле было, конечно, неправдой. Было сделано все для того, чтобы Николая II информационно вот так изолировать в Пскове, ни в коем случае не дать возможности общаться им с супругой, чтобы она никак не могла на него повлиять, создать вот эту ситуацию неизвестности для него, дискомфортную, из которой можно было выйти только через отречение. Что, собственно, и было сделано. То, что вы говорите, это выглядит почти как военный переворот в определенных условиях. Можно сказать и так. Понятно, что генералы все-таки не были прямыми инициаторами этих событий, но уже к февралю 1917 года они были готовы к тому, чтобы в решающий момент, в случае каких-то эксцессов, в случае какого-то кризиса взаимоотношений между правительством и Думой, или каких-то событий в столице, сыграть на стороне оппозиции. Да, к этому они были готовы. Не было никакого заговора в прямом смысле слова, да, вот такого жесткого, там, так сказать, договоренности. Документально мы ничего не можем подтвердить, так сказать, просто действительно потому, что все это ограничивалось какими-то намеками, полусловом таким, да, какими-то настроениями, какими-то, там, так сказать, обрывками разговоров. На бумаге, по сути, ничего нет. Скорее такая атмосфера готовности к этому. Верно, совершенно верно. Но в том-то и дело, что действительно многие очень были готовы к подобному развитию событий и сыграли вот именно в этом направлении. Федор Александрович, огромное спасибо вам за эту беседу. Я очень надеюсь, что наши телезрители узнали много нового и много новых аспектов вот в этой сложной истории русской революции. Спасибо вам огромное. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова